У меня здесь 3 килограмма слив. Отделяем от косточек. Значит очистили от косточек. Добавляем стакан воды. У меня стакан воды идет, было у меня с косточками 3 килограмма. Осталось 2,750. Значит вот на это количество 1 стакан воды. Если у вас меньше слив, то естественно меньше надо тогда воды. Теперь нам надо ее накрыть крышкой. Иногда конечно помешиваем, чтобы ничего не прилипло ко дну. Вот видите, кипит уже наша слива. Отдала уже сок. Вот с момента как закипела, минут 15-20, пока совсем она мягкая не станет. Нам надо проварить ее. Прошло у меня 15 минут. Получилось 15 минут до момента закипания и 15 минут после закипания. Мне этого хватает. Дальше я буду измельчать блендером погружным. Если у кого-то нет блендера погружного, то можете проварить еще больше. Можно обычным блендером измельчить. Можно сначала пропустить через мясорубку, потом поставить вариться, потом уже пропустить через сито. То есть я делаю все это для того, чтобы мне было легко пропустить его через сито. В общем все варианты вам сказала, чтобы не было отмазок. И заранее, я знаю, будут вопросы, а можно ли через это, можно ли через то. В общем можно через все. Главное, чтобы оно прошло через сито. Потому что нам нужен гладкий джем. На этот раз мы делаем гладкий джем без комочков каких-то. Дальше для того, чтобы получить однородный гладкий джем, нам надо пропустить эту массу теперь через сито. Внимательно проследите за тем, чтобы косточка не попала внутрь. Вот у меня одна попала, чуть блендер не сломала. Если вы изначально пропустите через мясорубку, потом уже, допустим, доведете до кипения, хорошенько немножко проварите, потом уже пропустите через сито, тогда воды не добавляйте. Если вы, как я, просто закинете вариться, тогда нужна вода немножко, пока она отдаст свой сок, чтобы ничего не прилипло ко дну и не подгорело. И так пропустите через сито. Пропустила я через сито. Конечно, это трудоемкая работа, но зимой мы про это все забудем, конечно. Смотрите, получилась вот такая вот гладкая однородная масса. Это для тех, кто хочет вот такое повидло, виджим или конфитюр, кто как называет. Вот столько у меня осталось. Видите, оно еще влажное. Можно было бы еще, конечно, пропустить подольше. Но у меня сито маленькое и дырочки там мелкие. Конечно, рука уже вот... Взвесила я, значит, было у меня всего 3 килограмма. Косточки убрала, осталось 2 750. Вот это взвесило у меня получилось 250. В итоге у меня осталось в чистом виде 2 500. Значит, я сразу через сито пропустила в ту кастрюлю, в которой буду варить. В идеале, конечно, можно было бы доготовить в том тазике, которым я изначально варила. Оно большое, широкое. Но у него дно тонкое. Для варенья, для всего остального она хороша. Но для повидло не годится, подгорает. Поэтому эта кастрюля у меня поменьше, но с толстым дном. Поэтому будет готовиться чуть подольше. Но лучше так, чем если подгорит. Доводим снова до кипения. Конечно же, одновременно стилизуем банки и крышки. Сразу скажу, как и в прошлый раз, от слив, конечно, руки вон в каком состоянии. Черные и ногти черные. То есть, если у вас новый маникюр, лучше оденьте перчатки. Довели до кипения. Добавляем сахар. Сахар ровно половину. У меня, значит, 2 500 получилось чистого веса. И получается у меня килограмм 250 сахара я добавила. Это у меня одна упаковка и один стакан. Если у вас есть кастрюля с толстым дном побольше, конечно, лучше брать побольше. Мешаем без остановки. Потому что сахар оседает на дно, может подгореть. Добавлю лимон. Думала не добавлять, но не могу. Рука так и тянется. Цвет такой красивый, боюсь потерять этот цвет. Ну, 2 столовые ложки хотя бы. Видите, какой красивый цвет. Может, в темной... Ну, эта ложка темная, не видно. Цвет очень красивый. Лимон поможет не потерять его. Ну, кто хочет, может и не добавлять. Потому что слива и так, ну, кожица с кислинкой. Все. Сахар растворился. Можно иногда делать перерыв. В плане того, чтобы мешать. Когда начнет кипеть, тогда уже надо без остановки мешать. Потому что прилипает ко дну. И старайтесь мешать в себя так, чтобы ложка касалась дна. Как бы вы очищаете дно. Чтобы там ничего не осталось. Закипел джем. Поставила таймер на 15 минут. Потому что ближайшие 15 минут она точно не приготовится. Поэтому дальше уже, конечно же, надо смотреть. Чтобы не пропустить момент, тоже надо... Ну, желательно. Я, например, ставлю всегда таймер. Варенье ставлю на 10 минут. Дальше уже смотрю каждые 2-3 минут. Потому что в течение 10 минут варенье точно не готовится. А дальше уже может резко приготовиться. Также с джемом. Джем, например, 15 минут точно не приготовится. Дальше уже буду смотреть. Все. Ставлю таймер. Прошло у меня 15 минут. Проверим. Видите, она растекается. Вокруг бумажка мокрая. Еще не готова. Значит, мешаем дальше. Все эти 15 минут я мешала без остановки. И с каждым разом все сильнее и сильнее надо мешать. Потому что брызгается. Еще раз говорю. У меня кастрюля маленькая. 28 диаметром. И получилось на 2,5 килограмма. Ну, без кожицы уже слив. Поэтому здесь тесно получается дольше. Если вы возьмете, допустим, килограмм на такой диаметр, то вам и 18-20 минут достаточно будет проварить. Проверим на тарелке. Оставим чуть-чуть остыть. Пока мешаем. Даже не буду ждать. Посмотрим. Видите, горячий. Немножко стекает, но тяжело стекает. Если остынет, значит, уже все нормально будет. Дадим еще несколько минут. Вон, 23 минуты у меня прошло. Ставлю еще на 3 минуты. Видите, уже тяжело падает с ложки. Вон, в горячем виде и то уже не растекает. Вот. Все, джем готов. Все, я выключаю плиту, потому что у меня прошло 25 минут. Даже 26. Ровно 26 минут. Вот, все. Убираю с плиты, потому что плита горячая у меня. Разливаем сразу, пока горячая. Вон, как красиво. Пока горячие баночки. Баночки у меня тоже горячие. Быстренько закрываем крышки с кипятка сразу. Все, закрываем, переворачиваем, даем остыть. Следующие. Следующие. Так, это возьму я, чтобы вам показать, когда остынет, как обычно. Вот столько у меня получилось. Значит, одна пол-литровая, две по 450 и чуть-чуть оставила вам показать. Здесь у меня вышла бы еще одна баночка, но я хочу вам показать, как делается пастила или мармелад, кто как называет его. Значит, что делаем дальше? Значит, если нам нужен джем, этого времени хватит, мы, значит, разливаем по банкам. Но если мы делаем пастилу, значит, готовим его дальше. Здесь у меня мало, но что получится, сколько получится, получится. Готовим ее дальше. В отличие от джема, пастилу готовим дольше как? Вот на самом деле, капля там должна плотно стоять в тарелке. Допустим, если джеми, она мягкая такая, да? Здесь она должна плотно стоять. Видите, как на дне журчит уже, потому что жидкости нет. Вот так и должно быть. Видите, дно видно, она как бы со дна отделяется, не прилипает. Здесь дно, конечно, видно, а если больше было бы, вряд ли бы вы увидели, но я приблизительно хочу показать вам консистенцию, да, какая она должна. Видите, если ложкой провести со дна, ну, как бы не прилипает ко дну, отделяется. Видите, если вот так вот поставить, она немножко стекает, а она не должна стекать, поэтому чуть-чуть нам надо еще доготовить. Если она будет жидкая, она не застынет или будет очень долго сохнуть. А если переварить, получится, как бы и цвет потемнеет сильно и плотная такая будет. А нам нужно, чтобы она быстро застыла и была мягкой. Вот это не смотрите, это старое, вот это новое. И пузырьки, видите, такие крупные. Поставила таймер и приблизительно показать вам. Значит, 25 минут было, пока джем у нас, ну, приготовился джем. Дальше поставила на 5 минут, потому что здесь мало. Если вы будете делать только пастилу, конечно же, будет по времени побольше. Вот, она уже не стекает никуда. Все, прошло 5 минут. Сейчас таймер зазвенит. Я уберу, выключаю. Плита у меня горячая. Если вы будете делать только пастилу, значит, у меня получилось, я 5 минут добавила. Вот, зазвенел. Значит, 25 минут приготовился джем. Добавила сюда, доварила еще 5 минут для пастилы. Этого хватит, потому что здесь мало. Совсем на дне. Если вы будете делать только пастилу, у вас, наверное, уйдет где-то, нужно 40, зависит от плиты, от посуды у вас. То есть, капля должна плотно стоять. Тарелки, вот, еще, видите, с ложки, как тяжело падает. Вот так вот должно быть. Все, 5-6 минут хватает. Дальше что мы делаем? Выключили. У меня вот пергамент нам постелила. Я посуду, в которой буду сушить. Вот такой вот противень маленький, тоненький. И помазала подсолнечным маслом. Пергамент у меня хороший, он бы и так не прилип. Просто легче будет зирать в плане того, что переворачивать. В отверстие, Я не остановлюсь. Суши. Все-все. Суши. 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 Коврище. Суши. Пергамент у меня конечно огромный, сейчас уберу лишний. Встряхиваю так, чтобы она равномерно распределилась везде. Все, что делаем дальше? Вот так вот я оставлю в комнате подсохнуть. Посмотрим сколько займет один день, два дня, посмотрим за сколько засохнет. Если у вас тепло, можно на балконе держать. Просто марлей прикройте так, чтобы она не касалась пастилы, так чтобы сверху была, чтобы жучков всяких не было, не попадали туда. Можно на балконе, но у нас в Питере как всегда холодно, дождь и слякоть, поэтому мы будем в комнате. На кухне у меня готовится все время обед, поэтому здесь влажно. Лучше в комнате, допустим, я поставлю в столовой, пускай там она сушится. Посмотрим сколько времени займет. Прошло у меня два часа, джем наш остыл, посмотрите какой красивый цвет. Вот так вот он выглядит. Это всего лишь два часа спустя. Баночки он еще больше, конечно, загустеет, потому что в горячем виде собрано. Хочу вам показать пастилу. Она, видите, здесь у меня подсолнечное масло больше получилось. Вот, следы от пальца остаются, но палец сухой не липнет к рукам, уже почти подсохла. Вот, видите, она у меня до завтра будет сохнуть так. Когда верхняя часть совсем подсохнет, надо будет перевернуть на другую сторону. Я покажу. И дальше уже сушить на другой стороне тоже чуть-чуть. Итак, значит, пастила наша сверху подсохла. Можно было бы, конечно, еще подсушить. Посмотрите, видите, нажимаю, она обратно поднимается. То есть вчера, если следы оставались от пальца, сегодня она уже подсохла. Можно было бы, конечно, еще подождать, но нам уже не терпится и вам показать, и как бы самим попробовать. Значит, что я делаю? Мне надо его перевернуть. Перевернула. То, что блестит, это подсолнечное масло. Видно, я слегка переборщила с ним. Так, вот. Надо еще дать. Я, значит, поставила подсохнуть вчера вечером. Сегодня уже, получается, сутки. Я перевернула на другую сторону. Посмотрите толщину. Вот. Если хотите потолще, придется ждать еще чуть-чуть, то есть еще пару дней. Если хотите потоньше, получится как бы... Можно завернуть в рулет, если будете делать тонким. Но я не буду ждать. Хочу уже вам показать. Вот. Как раз эта сторона еще не подсохла. Видите, прилипает к рукам. А та сторона уже сухая. Вот так вот. Даем еще чуть-чуть подсохнуть. Эта сторона вообще не прилипает. А эта еще чуть-чуть влажная. Потому что вот сейчас повернули. Надо еще денек дать, чтобы она подсохла. Вот так вот делается пастилат. Обвалять можно в кокосе. Либо в сахарном песке. Либо посыпать сахарной пудрой. Либо обмакнуть в шоколаде. То есть любым способом. Можно добавить, обвалять в орешках. Вообще идеальный вариант. Я люблю вот такой вот классический вариант. Без ничего. Так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Это очень вкусно Без добавок Главное, что вы знаете, что там только слива и сахар Больше ничего нет, никаких добавок На тот продукт, как говорится Очень вкусно, очень полезно Ну а у меня всё Надеюсь, вам всё понравилось Надеюсь, всё понятно объяснило Если будут вопросы, пишите в комментариях Всем пока-пока